Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я с младшей дочерью поехала в город, чтобы отпраздновать свой день рождения с общими друзьями мужа. Муж был так же и так же категорично настроен на возобновление отношений. Я отпустил из ситуации и на дне рождения была радостная весла со всеми. Друзья, мы уже говорили про меня, какой он будет глупый, если потерять детей и жену-умницу-красавицу. На следующий день я прямо закидал смс про семьи восстановления, что меня не зацепило. Он так же не ночевал с нами, но смс написал о нас. И предложил поехать с семьями на несколько дней на даче, потому что скучает по мне и семье. Мы поехали и уже поздно вечером я увидел, как он приписывается с девушкой, на что была бурная реакция. И в итоге я опять мразь. Тварь, он начал бить меня по голове и тоска забывалась. Это был просто ужас. На следующий утро он просто сказал, прости, ты сама виновата, лезешь куда не надо. Я вообще не вела никаких разговоров с ним, отлучала, если спросят что-то. Такого шокового состояния мне не было никогда. Через сутки я с дочкой уехал и уже в смс написал ему, чтобы он уходил в квартиру. Никогда больше не давал о себе знать. На что он просто ответил хорошо. Больше я с ним не общался. У меня такой вопрос. Есть ли смысл давать человеку шанс? Он уже не отрицательное количество других девушек и близость с ними. И его жестокость. Я иногда думаю, что ему самому как психиатру нужен психиатр. Он пытается мне вносить, что он идеальный и лучше его не будет. Но это как-то странно звучит. На данный момент у меня состояние мне спокойно. Я не чувствую, что мне плохо без него. А с ним рядом поняла, что мне как-то плоховато энергетически. Хочется, я думаю, расставания с ним. Иногда думаю, он мне нравится. А как вспомню эту боль физическую и психологическую, так вновь на землю опускаюсь. Я, пожалуй, здесь скажу, что речь идёт о зависимых отношениях. Речь идёт о созависимости. И созависимость – это не то, что решается своими силами. Потому что то, что вы спрашиваете по поводу шанса для своего мужа. Говорит о том, как мне кажется, что вы к нему ещё тянетесь. И эта тяга, она является не совсем здоровой. В смысле того, что вы не испытываете, пожалуй, что именно чувств, направленных к вашему мужу. А те чувства, что вы испытываете, направлены скорее на вас. То есть вам нужен, например, супруг. Вам нужен он. Это первый момент. То есть изучите тему созависимости, изучите тему любовной зависимости. Изучите её и вы увидите, что самостоятельно из этого выбраться не получится. Это первое. Второе. Вы пишите, значит… Муж был категорически настроен на возобновление отношений. Здесь вы совершаете, на мой взгляд, такую довольно классическую ошибку. В общем, когда люди нацелены, именно нацелены на отношения. То есть на возобновление отношений. Не на то, чтобы налаживать общение. Да? Чтобы общаться. Чтобы взимодействовать. Чтобы узнавать друг друга. А именно на возобновление отношений. То есть здесь, как бы, отношения становятся важнее, чем, допустим, ну, сам человек. Вот. Понимаете? Понимаете, да? О чем я говорю. То есть мне отношения, восстановление отношений, да, и так далее. Фиксация каких-то изменений в них важнее, чем человек. Вот. Чем человек, который вот рядом, условно говоря, со мной. Вот. Дальше. Вы говорите. Вы пишите. Я отпустил ситуацию. На дне рождения была радостная и весела совсем. Что вы сделали для того, чтобы отпустить? Ну, ситуацию. Дальше. Дальше. Друзья, мы уже говорили. Друзья, мы уже говорили про меня и какой он будет глупый, если потерять детей, жену, умницу, красавцу. Вот здесь опять же. Про что? Здесь про то, что, во-первых, ему кто-то со стороны что-то говорит, а во-вторых, здесь мы видим, как, по сути, вы фигурируете в качестве жены, умницы, красавицы, но не в качестве личности. Да? С которой у вашего, например, мужа есть что-то общее. Вот. То есть, опять же, жена умница, умница, красавица, друзья, говорят, то есть, по сути, вот прямого, прямого, прямого взаимодействия, эм, ну, между вами, получается, вроде как нет. Вот. И самое такое вот, наверное, неприятное, это то, что у вас такая позиция, ну, как будто бы устраивает. То есть, как будто бы вы не видите в этом ничего такого, что, эээ, друзья вашему мужу там что-то говорят. Вот. Не, понимаете, да? То есть, как будто бы вы, эээ, ну, даже поддерживаете это. А это, на самом деле, история про, эээ, ну, вмещательство третьих лиц в ваши отношения. Больше. Эээ, так, на следующий день я прямо закидал эсмесс про семью и восстановление. И вот опять же, опять же, эээ, здесь направленность не на вас, а на семью и восстановление. То есть, человек направлен не на то, что вы для него значите, не на то, что ему, к примеру, хочется для вас сделать. А именно на то, как будет развиваться, например, формат ваших отношений. То есть, то есть про семью и восстановление. Можно предположить, что он это делал и для своих друзей. Ну, типа, потому что, вот, друзья, эээ, так вот, сказали, да? Эээ, и он, в этом смысле, эээ, прислушивается к друзьям. То есть, не к себе, да? А к друзьям. Понимаете, какая история? И вот, когда я это говорю, да? Когда я об этом сейчас говорю, как вам это откликаться? И откликается ли вообще? Дальше. Эээ, так, что меня не зацепило? Что вы в это вкладываете, что вас не зацепило? Он так же не ночевал с нами, но смс писал оно. Вот опять же, здесь важный момент. С кем с нами? Замечаете ли вы, как вы, эээ, ну, растворяетесь, сливаетесь, как будто бы со своей дочерью, да, у вас дочь? Да, младшей дочерью. Может быть, не только с ней, но поймите, пожалуйста, что нет нас, есть вы, есть дети. То, что вы сливаетесь, это является серьезной проблемой. Для того, чтобы вам выстраивать качественные, здоровые отношения. Дальше. Предложил поехать с семьями на несколько дней на дачу, сказал, что скучает по мне и семье. Мы поехали. Вот мне кажется, что конкретно здесь, именно конкретно, вы несколько не прислушались к себе и к тому, да, на что соглашались и для чего. То есть, вы просто говорите, мы поехали, но вы же согласились. Понимали ли вы, зачем, для чего вы это делаете? Уже поздним вечером я увидел, как он переписывается с девушкой, на что была бурная реакция. Ну смотрите, предполагается, что это бурная реакция ваша. Чем она вызвана? Вы об этом ничего не пишете. Чем она вызвана? Вы пишете, в итоге я опять мразь, тварь, и он начал вас бить. Безусловно, это ужасно. Это очень ужасно. Вероятно, у вас есть травма. Но, вы пишете, на это была бурная реакция. То есть, понимаете, до этого, до этого, есть такое чувство, что вы спокойны. Что вы, ну, как-то вот понимаете себя, да, чувствуете себя. И тут резко бурная реакция была. То есть, с вами что-то произошло. Скорее всего. Вот, понимаете, да? С вами что-то произошло, вы как-то обрагировали. Но дальше, вы пишете столько и исключительно про него. То есть, вы пишете о том, что он вас, ну, ударил, там, там, он таскал вас на волосы, да? Но вот, но вы не пишете о своей реакции. То есть, вот, эм, ваша бурная, как вы говорите, реакция, это что? Это просто. То есть, буквально, просто ваша бурная реакция. Я скажу, наверное, несколько странную вещь. Но всё, всё то, что с вами происходит, происходит потому, что вы не внимательны к себе, вы не внимательны к тому, как вы реагируете. Вот. Вы просто к этому не внимательны. И, эм, именно это, вот, то, что вы не внимательны, даёт, вашему мужу, эм, возможность, эм, делать то, что он делает. К сожалению. Вот. Поэтому я, я и стараюсь, эм, сейчас акцентировать ваше внимание на вашу реакцию. Да? Бурная реакция, это какая? Это что, что это за чувство, что там? Ведь там проявились вы. А вы об этом так вскользь говорите. Как вскользь вы говорите о том, что отпустили ситуацию. Нет, я вам, конечно, верю. Я вам верю, я верю, я верю, что вы отпустили ситуацию. Я не говорю, что вы, ну, обманываете. Я верю вам. Но дело немножко в другом. Дело в том, как вы это сделали. Что вы для этого сделали? Дальше. На следующее утро он просто сказал, простите, сама виновата лезешь куда не надо. И что, и как вы отреагировали на это? Я вообще не вела никаких разговоров с ним, отвечала, если спросить что-то. А каким смыслом, какой контекст вы придаете этому? То есть это про ваши действия. А направленность-то здесь какая психологическая? Такого щекового состояния у меня не было никогда. И вот здесь я вам скажу то, что, скорее всего, вам не понравится. Речь идет о том, что мне кажется, что интуитивно вы целенаправленно создаете для себя щековое состояние, чтобы избегать взятия ответственности на себя. На себя за свою жизнь. Понимаете? С одной стороны, да, вы действительно являетесь жертвой насилия. Это одна сторона. Страна болезненная, страна требующая поддержки и помощи в проживании травмы. Но с другой стороны, есть и страна ваших действий, ваша позиция. И вы тоже вносите вклад в то, что происходит. Это не обвинение, а констатация факта. Для того, чтобы вы понимали, во-первых, полную картину, во-вторых, чем нужно работать. Дальше. Через сутки я с дочкой уехала домой и уже в смс написала ему, чтобы он уходил из квартиры и никогда больше не давал особо знать. Это невозможно, потому что он отец ваших детей и он имеет право с ними видеться. Это первое. А второе, мне хочется сказать, что вы написали, что ему делать, но не написали о себе. На что он просто ответил хорошо. Да. То есть он отвечает вам хорошо. Что это для вас? Больше я с ним не общался. У меня такой вопрос, есть ли смысл давать человеку шанс? А шанс на что? Зачем? Для чего? А ему вообще нужно, чтобы вы давали ему шанс? Ну, он вас просил об этом? Почему вы считаете, что шанс нужен только человеку? Почему вы считаете, что шанс не нужен вам? То есть эта позиция предполагает, что меняться должен только он, но не вы. Так это не работает. Он уже не отрицает количество девушек, близко с ним и его жестокость. А зачем? Если, несмотря на все его действия, вы все равно говорите про шанс. Я иногда думаю, что ему самому как психиатру нужен психиатр. Дело в том, что психиатру как раз психиатр не нужен. Человеку нужен психиатр. Поэтому здесь вы сказали что-то, что по семантическому наполнению является, ну, бессмысленным. Он пытается мне внушить, что он идеально и лучше с него не будет, но это как-то странно звучит. А что странного в этом? Вот опять же, да, вы вроде бы начинаете как-то говорить о себе, о своем восприятии, но не договариваете. Вот вы пишите, странно звучит, а странно это как? На данный момент у меня состояние, мне спокойно, как-то я не чувствую, что мне плохо без него, а с ним рядом поняла, что плоховато энергетически. Вы пишите, что вам спокойно и не чувствуете, что плохо без него, а с ним плохо. А за счет чего плохо-то с ним? Вот что вызывает ощущение, что плохо? И напротив, что вызывает ощущение, что без него неплохо? Хочется, я думаю, расставания с ним. Иногда, думаю, мне нравится, я как-то вспомню эту боль физическую и психологическую, но на землю спускать. Вы здесь поступаете так же, как и ваш муж. Вы говорите о расставании, о восстановлении семьи. В контексте объектности этого. А речь идет, в целом, о вашей жизни. Как вы, ну, проживаете свою жизнь в целом. Какая у вас цель, направленность какая у вас. В целом по жизни какая направленность. Вот это важно. Есть ощущение, что невнимательны вы, невнимательны вы, ну вот, ну вот, к своей жизни. Понимаете, понимаете, какая штука? Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Я желаю вам всего самого доброго.